Итак, друзья, у нас продолжаются трудовые будни, осталось 3 дня до конца семестра и можно будет отдыхать, праздновать Рождество, Новый Год но сейчас все-таки продолжаю работать, мне нужно разрезать мои образцы вот один, здесь вот второй, я сделал полоски, где мне нужно резать и будем резать мы их на вот такой вот специальной машинке почему на ней, а не просто там болгарка или еще чем-то мне нужно отрезать, чтобы не изменилась структура материала если резать болгаркой, материал нагреется, структура материала поменяется здесь у нас специальный отрезной диск, он кстати из Америки все, вот такой он специальный, тоненький и с ним нужно быть аккуратным, потому что его можно даже сломать мы его сейчас сюда прикрепляем, включаем охлаждение ну и потом пойдем дальше мне нужно сделать потом будет термообработку этих всех маленьких элементов наши половинки ну вот то, что у меня получилось сейчас пойду дальше рассчитывать режимы для термообработки вернее уже рассчитал, но еще раз нужно убедиться и потом идти ставить их в печь и так, что я здесь делаю здесь у нас есть печь индустриальная сейчас я поставил, чтобы она нагрелась до 600 градусов здесь можно видеть, это текущая температура это требуемая моя температура там лежат мои образцы, вот такие, что я уже порезал маленькие здесь у меня есть лазерный термометр до 1000 градусов это я буду проверять температуру соответствует ли она действительности и что я делаю провожу отпуск, нормализацию и закалку металла это все термические процессы, направленные на то, чтобы либо повысить прочность материала, либо повысить его упругость куча всего, не буду вдаваться, пожалуй, в подробности зачем это нужно? для исследований, опять же для исследований для того, чтобы написать статью и так далее поэтому сейчас постараюсь сделать все четыре нужных мне процесса и потом постараюсь измерить твердость и сравнить получилось у меня все или нет ну а давайте посмотрим, что у нас там в середине пишет 900 градусов ух, какое все красненькое ну и что пишет нам термометр 860 вот так, где-то 300 да, оно быстро остывает, потому что кусочки очень маленькие с помощью машины роквилла проверяем твердость моих образцов вот один уже остался как мы это делаем? положим образец сюда потом нам нужно совместить две маленькие линии и большую ноль выставить мы можем так, мы поднимаем и вот оно крутится сопоставляем есть и корректируем нолик дальше просто отпускаем и ждем 15 секунд возвращаем и видим мою твердость 65 мы идем по черным значениям, потому что у нас там алмазик ну и все, записываем и на этом все Александр уехал уже очень давно на работу я все это время была дома мне нужно было закончить на завтра проект по радиокоммуникациям у меня завтра защита курсовой работы и сейчас у меня немного иссякла мотивация заканчивать эту работу и я решила сделать нам обед обеда-ужин это будет суп из брокколи и мне очень интересно, что получится я буду показывать вам процесс и если этот суп получится вкусным то Саша вставит этот кусочек в наше видео и вы сможете это повторить я ела, пробовала крем-суп это будет крем-суп, кстати, из брокколи в Киеве в веганской кафешке и он был очень вкусным поэтому мне хотелось бы, чтобы получилось что-то похожее и может быть даже чуточку лучше начать нужно с того, что мы берем брокколи свежий и нарезаем его, снимаем просто соцветия, срезаем их и все это нужно сложить в отдельную мисочку и залить холодной водой на минут 10 и при этом посолить воду это делается для того, чтобы всякие жучки, которые живут в самом овоще вышли, выползли и вы их не варили далее мы берем 2 картофеля и луковичку чистим и нарезаем губиками после того, как мы все нарезали, почистили нам нужно поставить на плиту кастрюльку с водой довести эту воду до кипения и забросить туда нарезанный картофель и брокколи варить нужно до такой полу готовности картофеля и потом нам нужно погружным блендером все это взбить прямо в кастрюльке параллельно мы жарим лучок в оливковом масле и ко мне пришла идея добавить в суп свежий горошек ну как свежий тоже предварительно немного проварить и шпинат потому что у нас есть шпинат и мы его как-то особо в салаты не добавляем так что нужно использовать его тоже с умом не выбрасывать и я думаю сейчас займусь разморозкой горошка потому что мы купили замороженный и подготовкой шпината ну и параллельно конечно обжаркой и все что я сказала до этого мы только что посмотрели премьеру вместе с некоторыми из вас и вдохновились и решили украсить елочку потому что сегодня как-никак рождество я думаю многие из вас праздновали рождество 25-го числа а мы как-то с учебник сегодня 24-го на 25-е и мы решили создать тоже какую-то такую рождественскую-новогоднюю атмосферу и украсить нашу маленькую елочку живую елочку мы еще недели две назад когда брат Веры приезжал были в Максиме заходили так какие-то подарки купить передать и там были скидки на маленькие елочки мы решили купить одну елочку себе домой живую не пластиковую хотя бы маленькую но живую и решили сегодня ее нарядить да у нас есть деревянные игрушечки которые делали Сашины друзья вырезали лазером и мы насушили это все там еще есть я покажу есть вот такие маленькие ну и примерно вот такие разные игрушечки есть еще побольше но я выбрала специально маленькие потому что у нас елочка небольшая и большие игрушки выглядели бы очень как-то некрасиво мне кажется да и веточки поломали елочке было бы тяжело веточки маленькие да и Вера насушила здесь из всякого такого интересного съестного да тоже чтобы на елочку повесить я насушила маленькие мандаринки нарезала в духовке и потом киви и лимончики и потом взяла еще печенешки которые Саше не очень понравились они с маленькой дырочкой внутри и решила сделать такое съестное украшение на елочку надеюсь видно да вот такие красивые игрушки но я игрушки покажу еще ближе потому с ними а я пока наверное сделаю веревочки для того что я насушила в духовке потому что его как-то нужно вешать так и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok